Значит, оно получается так. Есть точное уравнение, яйцо определенное снисторического поля. Она представляется вот в таком виде. Дальше она представляет в самом уравнении. Задача двухмерная, т.е. лаплассиан состоит из D2x и D2z. Дальше, соответственно, находится лаплассиан ε, он будет выглядеть вот таким образом. Т.е. два раза, т.е. когда дифференцируем по E, то дифференцируется функцию, а когда по Z, то вначале дифференцируется функцию, потом, соответственно, два ЭК на ОЗ, ну, по формуле произведения, то есть производная арта произведения, и, соответственно, дальше вторая производная арта, минус какого рода. Вот. И прибавляется какого рода Е, исчезает куда-то именно с лагами, и, соответственно, участие такого рода. Будем считать, что лучи идут пороксиально, т.е. вдоль, сейчас будет картинка, они идут почти параллельно удалясью Z, поэтому функцию можно считать медленно меняющейся по аргументу Z. А мне могли хоть кратко сказать вообще, откуда эта задача появилась? Как это называется? Ага, пользуется точно. Например, направленное, какое-то хорошо направленное излучение, например, лазерное, оно движется примерно в эту сторону, и поэтому можно считать, что лазерное лучше пороксиально, и, соответственно, это приближение очень хорошо соответствует действительности. То есть уравнение точное, но оно намного проще решается и дает точное решение. Это уравнение для вакуума, так? Для вакуума. Не знаю вообще, в целом, откуда задача глобальная, о чем? Ну, вот я рассказал, что, например, пороксиальное обучение. Фокусировка какая-нибудь лазерное излучение? Ну, нет, точно. Хорошо. Приложим. Ну, декорировательно, да. Чаще всего там излучается. Но, в принципе, оно может использоваться где-нибудь еще, где выполнено условие применения. В принципе, то есть и в обычной оптике может быть применение. На лазерное излучение очень много известно, поэтому хотелось бы понять, что именно вы хотите описать из того, что было описано недостаточно хорошо или вообще не было известно раньше? Да, и еще есть параллельная оси, параллельная оси. То есть, в общем, как только пренебрегаем второй производный, значит, спадать, то тогда получается вот такое уравнение. Это и есть параллельный уравнение. Вот. А практициально вот он вот, то есть, вот, есть, идет излучение, значит, привод с ВПСНК. Это с волновым электром ВПСНК. Соответственно, и угол мало. То есть, смотрите, вот, как бы, углом расходили. То есть, они почти параллельные. Вот. А здесь написано, собственно говоря, условия применения здесь. То есть, вот, сюда какой-то длина волны. Ну, и Z максимальный, это, соответственно, максимальный, это, как бы, координат Z, до которой можно считать, что уравнение решено с хорошей точностью. С помощью параллельного разрешения. Потом оно будет, вот, отличаться от точного решения. Достаточно сильно. То есть, судя по всему, у тебя длина волны много больше характерного размера задачи. То есть, как бы, приближение, обратное приближение геометрической оптики. Нет, оно не было. Ну, почему? Ну, длина волны много больше, чем характерный размер Z-Max. Дело в том, что, от этого очень маленький. А, поэтому, это как бы, ближе к геометрической оптике, на самом деле. Вот. Ну, и дальше, соответственно, интеграция, то есть, интеграция – это вот то самое проблогическое уравнение, решенное с начальным условием, которое задано на вертикальный прибор. То есть, вот, на этой прямой задано начальное распределение геометрическое. И вот, решая то уравнение проблогическое с этим начальным условием, мы, по-моему, это решать достаточно просто. Видно, на кулее получается какой-то, если называть, то уравнение, то уравнение. Вот. Соответственно, интеграция направлена направо, но эта формула длина также и слева. Тогда просто Z будет отрицательно. Вот. Ну, дальше, еще понадобится то же самое уравнение, но только когда начальное условие задано на вот этой полупрямой. То есть, это полупрямая, на ней задано какое-то начальное условие. Она расположена по другому маке. Почему полупрямая? А у нее что, есть начальная тучка? Да, то есть, да, у нее есть, то есть, она где-то обрывается. То есть, она не проблогается, она в какой-то момент обрывается, а там, в принципе, она может быть бесконечной. Такой крышки бывает. То есть, это зеркало изображение? Нет, источник какой-то. Ну да, какой-то источник, в качестве которого может уступать зеркало. Полуплоскость некоторая. Ну да, собственно говоря, решение вот для такого начального условия. Могло бы просто отличаться по какой-то час. того, что здесь оно задано по-другому. Но в этом решении есть что-то отличное от того, что было в предыдущем? Да, есть. Но оно по-другому. Решается там. Дело в том, что в том интеграле там делать при преобразовании по, значит, там было задумано оси и, соответственно, при преобразовании делать по переменной. А здесь, соответственно, нужно, грубо говоря, сделать замену переменных и решать задачу в координатах не X, Z, а S, Z. Тогда легко задать начальное. То есть, тогда системе координат будет не прямоугольный, но тогда легко записывается начальное условие. То есть, как U при Z равном уровне. То есть, она тогда будет как бы пьевогольный с тем координат. И тогда придется делать преобразование, соответственно, по переменной S, а из-за этого там будет немножко другое уравнение, и оно как бы дольше решается. То есть, там оно посложнее и дольше его будет решать. Это чисто как бы математическая задача, то есть она решается и получается оправдан. Мы просто дальше не используемся. Ну и наконец формулу для идеальной линзы. Вот эта оптическая ручка, изображенная так, это линза идеальная, то и бесконечная. Здесь, например, изображена прямая, и эта прямая будет, если задать преобразование линзы вот в таком виде, а это обычная линза, то в таком случае прямая будет переходить в ответ. Ну, соответственно, вот ответ. Ответ получается очень просто. Вначале в интеграле примере полагается за начальными условиями О1, находится распределение на линзе. Потом умножается на то искажение, которое приносит линза. И опять с помощью интеграла примера находится распределение на прямой, на второй пример. И, соответственно, там нужно преобразовать это, не позже это название, и получается вот такой ответ. То есть угла зависит от полаги вот таким образом. Значит, экспонента и минусы — это просто фазовые множители, которые существенно не играют. А вот квадрат-модуль угла — это амплитуда. То есть отсюда видно, что, например, как будет меняться амплитуда. То есть, грубо говоря, ну да, то есть она будет изменяться как Z делик на Z штрих. Z — это расстояние от нуля до первого, а Z штрих — это расстояние от нуля до второго. А O1 — вот здесь будет изменяться аргумент. Фактически это означает, что в данном случае справедливо классическая геометрическая линза. — А Вы можете фокусировку так описать? — Хорошо. — Фокусировку линзы можете так описать вот этим решением? — Да, конечно. Ну вот фактически уравнение идеальной лизы. У Вас там в фокусе что получается? Геометрическая оптика дает точку? — Да, у Вас. — Да. — В смысле, то есть фокусировка получается в точку, или там есть параметры, какие-то четвертые дерева, или там генерально возможная фокусировка? — Ну, из-за того, что линза идеальная, то именно из-за этого получается, что когда объект находится именно вертикально, тогда получается, да, то есть точка в точку. То есть фактически вот, например, вот эта точка переходит по вот эту. — Нет, речь идет о другом. — Если ты первый объект от отменичной бесконечности, то вот, главное, — Диетичный фокус его фокусирует в фокус. — Конечно, в фокус. — Фокус, причем, нулевого размера. — Да, да, да. — То есть тут отличие... — Это видно, это видно, потому что, если мы, например, отменили на бесконечности, то тогда... Амплитуда 2 будет стремиться в бесконечности, то есть она будет фокусироваться только в одной точке, и там она будет бесконечности, а все будет фокусироваться в одной точке. — То есть волновые эффекты мы тут немного представляли? Жизнь там фокусируется не в точку, а на четвертую волну? — А, это конечно. То есть это не в точке, это приближение. — А можно так сходу сказать, в какой момент мы это выбросили? — Ну, если тут было только, фактически, только одно приближение, поэтому, видимо, когда делали фокусирование приближение... — То есть когда мы выбросили вторую производную... — А, кстати, в этой системе Z это у нас то, что здесь обозначено, да? — Да, это расстояние от 0 было. — Так, то есть мы выбросили вторую производную по Z. — Нет? — А, ну да. — Нет, ну здесь просто-напросто выполняется формула линзы, поэтому фокусировка, конечно, выполняется только однозначно. — Ну как в геометрической оптике? — Ну, лучше в том смысле, что есть еще амплитуда. А в геометрической оптике нет, то есть там, если бы я понимаю. — Ну да, да, да. — Да, то есть здесь больше информации, потому что здесь есть еще и амплитуда. Ну, собственно, сама задача такая, что есть зеркало, на которое падает излучение, оно отражается и, соответственно, возникает вопрос, где лучше расположить приемник, чтобы оно… что, точнее, здесь расположено за зеркало, а потом какое-то предметы расположено. И таким образом оно его как бы освещает. И освещает какое-то начальное распределение. И, соответственно, возникает вопрос, как лучше расположить приемник, чтобы максимально четко принять… ну, получить ее изморожение, как говорят. То есть вот так. Немного растопчета будет. Ну, теперь, как бы, конкретная схема, которая была сделана. То есть вот для простоты было сделано, что вот здесь располагается, значит, объект. Но самое главное, что он расположен в углу, потому что без угла, с идеальной линзой, и так-то она пришла полностью. А вот с углом там был именно в угломовом приближении, получается, ну, как бы… ну, то есть не новое, а как бы по-другому, получается. Вот. Выгоднее всего расположить ее на угле, которая является сопряженным к углу предмету. Ну, то есть, будучи этого… Вот, если это было бы лучше, то он бы в линзе приломился именно таким образом. И вот на нем лучше всего ее располагать приемник. Потому что иначе получается, ну, грубо говоря, очень громоздкое выражение. Как только на сопряженность, то выражение намного становится проще. Он у нас, собственно, сейчас появится. А суть такая, что вначале берется формула для… Да. Значит, в формуле, когда задано начальное распределение под углом, там важно заметить, что данное выражение является эволюционным. Чтобы найти точки, соответственно, справа, нужно знать значение всех точек слева. А, соответственно, те точки, которые находятся справа, они не могут влиять на те точки, которые слева. То есть, грубо говоря, если бы это было бы время, например, как правильнее шейдинга, оно просто такое же, как правильнее шейдинга. По структуре. Только тут производная… Там одна, вторая производная по Z, только по X, и вторая – это еще одна производная по Z. А в уровне шейдинга там просто, как бы, еще не по Z производная, а по T. Вот, грубо говоря, здесь тоже самое. То есть, те точки, которые находятся справа, они не могут влиять на те точки, которые находятся слева, или наоборот. Те точки, которые находятся справа, они, как бы, они могут получиться только как результат, где что стоит. Вот. И в результате нужно поступить следующим образом. Нужно вначале посчитать распределение здесь, потому что мы не знаем распределение всей этой прямой. То, что нам запомнили только здесь распределение, соответственно, куда пришлось бы посчитать его вначале здесь, а уже потом можно было бы найти распределение на месте. И, соответственно, вначале с помощью формулы для наклонного объекта находится распределение вот здесь. Потом с помощью формулы для линзы находится формула для распределения вот здесь. И затем мы с помощью интеграла в линзе, как бы, обратно находятся, соответственно, и долгого распределения. А это так легко сделать обратно? А дело в том, что обратно там просто… Это она же самая и есть. Т.е. там просто Z будет искать. Т.е. просто так получается, что обратное преобразование получается спряжен к прямому. А спряженное – там просто Z заменяется на минусе. Т.е. собратимость ухода лучей может связана? Ну… ну да. Т.е. можно, грубо говоря, на распределении можно найти… Т.е. даже если излучение бьет в эту направленную, в эту сторону волнового объекта, то все равно можно найти не только здесь, но и здесь, в каком же этапе. Вот таким образом, выполняя вот по очереди, как бы, три этапа можно найти распределение в итоге. Т.е. можно найти итоговое распределение. Т.е. ну, собственно, можно выписать. Т.е. можно найти всех, как бы, вычислений. Т.е. вот, а если бы объект располагался ненасопряженный, ненасопряженный лучше, тогда он могло бы, ну, как минимум, разобладлили. Т.е. как вы же говорили, что… Т.е. вопрос задачи – как расположить на эту шмол? Т.е. 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 вы говорите, что я расположу так, потому что выражение будет короче. Т.е. по-хорошему надо было, наверное, как-то записать овощи видео на Bluetooth. Т.е. максимум, допустим. Т.е. там какие-то, может, какие-то выборы получились. Т.е. наилучшие. Т.е. дело в том, что там ничего, кроме как бы дополнительных искажений, нет. Т.е. та добавка, которая появляется, она всегда положительна. Т.е. ну, это как бы исключительно дополнительные искажения и больше ничего. Т.е. ну, то есть как бы… Т.е. дальше нас интересует, как он… Т.е. ответ мы заранее не знаем, но просто… Т.е. я просто не стал описывать, потому что оно… ну, совсем не… Т.е. оно просто потому, что это как бы лишний шум. Т.е. ну, ты решал ее в общем виде, не для этого расположения. Т.е. убедился, что это все так? Т.е. ну, да. Т.е. да. Т.е. вначале был просто луч, который расположен в произвольном области. Т.е. а дальше, получается, что выгоднее именно так, потому что… Т.е. иначе оно будет не только длиннее, но и… Т.е. дополнительные искажения. Т.е. ну, в принципе, это логично, потому что лунная логичка действительно переходит в пределе волгиематричества. Т.е. когда лямда стремится… т.е. с кордака, соответственно… Т.е. когда лямда стремится к нулю… Т.е. сейчас… Т.е. ну, да. Т.е. когда кордака стремится к нестающейся… Т.е. ну, переход в обычную геометрическую… Т.е. ну, это можно даже убедиться. Т.е. посмотри, я сейчас… Т.е. вот… Т.е. здесь присутствует эсовлёдочка. Эсовлёдочка – это… эсовлёдочка – это эштрих. Т.е. грубо говоря, эштрих – это… Т.е. это… Т.е. это… Т.е. это… Т.е. вот, например, есть коридочка эштрих, а эсовлёдочка – это тапочка, которая будет посредством применения геометрической оптики будет в ней перекратить эсовлёдочка. Т.е. ну, а дальше, соответственно, данный интеграл распадается на два из-за того, что здесь присутствует эсовлёдочка. Эсовлёдочка – эсовлёдочка – эсовлёдочка. Т.е. положительная добавка. Т.е. ну, и тогда, соответственно, уроскладается на две части. Т.е. вторая часть – она простая, собственно, «пи-пи-пи-пи». Т.е. первая – она интеграл в смысле главного значения. Т.е. ну, дальше предельный случай рассматривается. Т.е. первые предельные случаи – это когда атет т.е. с тривистки пополам, т.е. тогда, когда объекты в приеме расположен в углу 90 градусов оси. Тогда известно, что получится. Это будет просто из формулы не идеальной линзы, известно, что должно получиться. Ну, так и получается, что УВА получается таким, а УВА вот таким. И здесь просто появляется одно из представлений для этих линзов. То есть вот если его здесь применить, то тогда, соответственно, положено, что УВА равному углу, и они складываются, и получается то, что должно было быть. То есть как случай идеальный линзин. А случай, когда ДАТА стремится к мулю, он неизвестен был. То есть это была как бы проверка, когда ДАТА стремится к мулю, а когда ДАТА стремится к мулю, это вот те большие выражения, они обращаются, и получаются вот такие. То есть вот это О1, это О2, они складываются, а это О2, это О2, то есть чтобы все просто упростилось, и то выражение, которое было раньше, мне его очень трудно было посчитать, потому что в нем присутствует быстро ассоциирующий экспонент, так как К очень большое, то есть лямбда порядка нескольких десятков нанометров, или, может быть, даже несколько нанометров, то К очень большое, а здесь стоит интеграм в смысле плавного значения от быстро ассоциирующих экспонентов. И в результате такой интеграм посчитать очень сложным. Казалось бы, наоборот, это сомнительный трост. Ну, брать где то, что стоит в экспоненте, кроме как в резину, а там он будет набираться, основная его часть. Ну да, ну, здесь просто еще полис есть, то есть, так просто, то есть, в принципе, да, так и надо делать, но там просто немножко сложнее получилось. То есть, можно было, в принципе, просто применить метод стационарной пазлы или еще что-нибудь, но не очень простое выражение, которое здесь стоит, и, плюс, произвольный пункт сройму, Поэтому... Ну, и дальше вот эти выражения я сложил и поставил по графике. То есть, вот, грубо говоря, начальное распределение, а вот то, что получается. Это, конечно, начальное распределение, взял возврат к осенью. Ну и, собственно, все. То есть, из дальше конца перспективы, то есть, какие еще задачи есть. Ну, во-первых, это надо проверить, потому что там было использовано несколько передвижений, и потом это можно распространить на случай различных поверхностей. Потом можно решить обратную задачу и применять это, например, в контроле поверхностей. Можно таким образом... Просто если не под углом направлять излучение на объект, то вам излучение не будет отражаться. А когда под углом, оно будет отражаться, то есть, по тем образом, можно контролировать поверхность, лакость поверхности. Ну, собственно, все. Можно, для того, чтобы знаете, объяснить, что поясня было? Ну, это, собственно, поясня расположена... Ну, да, поясня расположена... Ну, да, поясня. То есть, по распределению на каком-то поверхности. Что является критерием хорошего подложения? Как оно будет здесь? Ну, хорошее – это так. Это трудно точно сказать, но, грубо говоря, да. Хорошее – это вот, когда, например, когда можно различить два, две, то есть, ну, например, здесь вот. Один здесь, два здесь. Здесь место. То есть, когда это можно отличить, когда они, ну, похоже, просто по себе оттуда искать. Когда они, то есть, не отличается качественного, ну, результата, начального, не сильно искаженного. А вот то, что там хвосты появляются – это так и надо? Да, так и так. Ну, да, появляются. То есть, дело в том, что, когда они расположены напротив, по другому, тогда они получаются полностью подобными. А когда они расположены горизонтально, то, ну, то есть, это, как бы, предел, как почти горизонтальный, тогда распределение отличается. То есть, все нормы начинают, когда сильно отличаться от того, которое, даже если в линзе делят. Вот, собственно, все. А для неидеальной линзы расчет аналогичный? Только с другой преобразующей пункцией? Не, не, ну, пункция та же, просто там интегрирование идет не от минуса на плюс бесконечности, а от конечность от предела. А, просто идеальная линза та, которая бесконечна. Ну, она не только бесконечна, она еще и тонкая, а чехолейка, и леска, и, конечно, тонкая. Ну, тут вообще, толщина тут вообще увеличивается. Ну, да. Все. Давайте погодим Гарри. АПЛОДИСМЕНТЫ